Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. 10 июня, день Никиты. Назвим в честь преподобного отца Никиты, епископа Халкидонского. Он был весьма милостив к нищим, Питал альчных, ноги их одевал, Странников принимал в свой дом и заботился. Был отцом-сиротом, с доступником-вдовицем И спасителем для всех обидимых. Активно боролся против ерести иконоборчества, Обличая неправославные догматы, Увещевая всех с благоговением Поклониться иконе Христа Господа и Его Пречистой Богоматери, А также иконам и всех прочих святых. Народи Никиту называли гусятником И молились ему, чтобы он защищал от хищных птиц, Часто крадущих гусят со двора. Существовало еще одно название этого дня – полудница. Это был особый вид духовных существ, Очень похожих на обычных женщин. Полудницы были красивыми и летали над полями в жаркие летние дни, Чтобы завлечь мужиков, работавших в поле. Любовными утехами они могли измучить мужичка и лишить его мужской силы. Если сегодня мужчина видел летающую над полем женщину, То ему нужно было зажмуриться и произнести, Господи, спаси меня от соблазна. Нельзя было сердить полудниц, Иначе они могут высушить поля и лишить людей хорошего урожая. В это время начинает рожка роситься, А также появляются первые грибы, Которые называют колосовиками. В связи с этим, сегодня специально посылали в поле беременных женщин, Чтобы ребенок мог обрести крепость, Сравниму с молодым колосом. Существовало поверье, Если роды сегодня произойдут на хлебном поле, То они будут легкими, А ребенок родится здоровым. Приметы. Тихий погожий день предвещал хороший урожай. Сюзи пишет, Может я не в тему вопрос, Но вы как опытный человек дайте совет. Мужу удалили щитовидку. Теперь у него панические атаки, Навязчивые мысли, страхи, Что делать то. А вы знаете, Я уж не хочу говорить, Почему вы там удалили щитовидку, И так далее, и тому подобное. Вот прежде чем удалить щитовидку, Вы бы вообще у тех людей, Которые это все вам сделали, Спросили, А какие могут быть последствия? То есть, все это можно там, я думаю, Решить с помощью здорового образа жизни, Который привел к тому, Что вот что-то там со щитовидкой стало. То есть, образ жизни был ненормальный. А, скорее всего, щитовидка является следствием, Допустим, тех же запоров, которые у него были. Ну, на запоры внимания не обращаются, А вот щитовидка начала болеть, Ага, что-то-то такое, И это не связывается. Давай-ка вырежем там, Все это там такое. Потом начинаются вот такие вот вещи, То есть, грубо говоря, Могут запоры и продолжаться. И плюс еще добавили снова напасть, Напасть, понимаете, Которая на вас напала. И вы не знаете, А что они там это цели? Естественно, там начнут какие-нибудь антидепрессанты, Или еще там давать и так далее, И тому подобное. Поэтому прежде, чем сделать какое-то решительное действие Со своим собственным организмом, Вы расспросите, Вы разузнаете, А что бывает вот в качестве последствий? Вот вы знаете, сейчас это, Много мне попадалось видосиков, Там что-то насчет хрусталика, Насчет там вот пересадки, Когда сделали, Заменили сустав и прочее-прочее, Допустим, тазобедренный сустав. Оказывается, кое-что теперь вы делать не можете, Иначе он у вас, грубо говоря, Скрещивает ноги. Иначе у вас сустав может просто-напросто выскочить, А у вас об этом предупреждали или нет? Допустим, с хрусталиком с искусственным, Что-то там, какие-то ограничения, То ли яркого там меньше, То ли еще что-то там. Ну, короче, там целые эти пишут. А вот, а что после? Я особо не стал читать. Поэтому, вам решили, Или вы там решили, Ну, удалить щитовидку, Значит, пусть рассказывают, Что вот дальше. Лично мне, Я такой же, как вы, Был. Удалили аппендицит. Там аппендицит, ну, Бумус, заболел. И когда мне показали Этот удаленный аппендицит, Там было, Ну, Бумус говорит, Не то, что, знаете, Какое-то гнойное воспаление, А такое вот, Как иногда будет в глаз, Просто что-то там попадет, И покраснение. Вот там, вот на таком вот Червеобразном матроске, Было вот такое просто-напросто Покраснение, Которое бы прошло, Само собой. Но его удалили. После геморрой, Который несколько десятков лет Дал мне, Извините за уважение, Просраться за мою глупость. Но это не все. Знаете, Человека так просто не проймешь. Его надо хорошенько получить. Заболели гланды, Ангин и все там такое. Ну, что? Вместо того, чтобы сказать, А слушай, А ты там, может быть, Меньше молока бы пил, Меньше бы там Пищи Смешанной ел, Которая вообще не сочетается. А то ты тут вес набираешь, Штанги, Набираешь вес, Жрешь немерено. Может тебе как-то хотя бы Упорядочить все это? Не. Удаляем гланды. Гланды удалили. Полгода было нормально. Может быть, Где-то около года. Все. Я думаю, Смотри, Ненужная вещь, Эти гланды. А потом Супли полились. Гайморит. В течение Несколько лет. Так что плавали, Знаем. В течение